Приветствую! Сегодня начинаю новую длинную обширную тему, но интересную, про легкие мотокультиваторы. Как видите, я здесь сижу вроде бы и с прицепом, с колесами, но фактически у меня легкий мотокультиватор. Я его в руках подымаю. Это уже просто он так доделан, доточен. Фактически легкие культиваторы, они весьма многих соблазняют, потому что и недорогие, и места не занимают. Ставить такую здоровенную махину с прицепом, все, тяжелые мотоблоки, они места много занимают. Это можно даже и сложить, и в багажник машины завести на поле. Легкая, удобная и недорогая весьма вещь. Конечно, если у вас гектар, то тут нужно тяжелый мотоблок, или может даже мини-трактор. Но для небольших участков, для дачника часто вот этого предостаточно. А многие не решаются купить, не знают, хватит его, не хватит. Так вот, для большинства рабочих, даже трактор становится не нужным. Ни лошадь, ни плуг, ничего. Все эти работы спокойно выполняют легкие мотокультиваторы. Кроме буквальной такой пахты с переворотом пласта, но это заменяется фрезеровкой и вполне себе успешно. Такие нюансы именно в использовании легких культиваторов. Насадок для мотокос культиваторных. Что из них лучше, хуже. Вот эту тему я постараюсь, насколько знаю, насколько мне она нравится, разобрать и подробно для вас рассказать, чтобы вы могли для себя пользоваться. Вообще вещь очень хорошая, недорогая, мало занимающая место. Ну, не всем нужны такие прицепчики, но и они мало места занимаются. А в хозяйстве вещь очень нужна. Особенно в малых участках, где развернуться тяжело, заехать туда тяжело. Никакой трактор туда не может пролезть. И сейчас очень многие кладут на них глаз, но не знаю, справятся или нет. Справятся, только нужно знать свои нюансы, подходы. Это все я буду рассказывать. Итак, смотрим следующее видео.